Библиотека номер 18 Северного округа предлагает познакомиться с обзором книг одного из самых любимых современных авторов для детей, удивительного, изобретательного, редкого по таланту Андрея Алексеевича Усачева. Андрей Алексеевич Усачев – невероятный придумщик. Он придумал много-много книг. А чтобы стать придумщиком и рассказчиком, надо немало повидать и испытать. Вот Андрей Усачев и побывал – дворником, сторожем, охранником на железной дороге, машинистом сцены, уборщиком на пляже, посудомойкой, редактором. И вот уже два десятилетия работает поэтом. Довольно быстро Усачев стал одним из наиболее популярных авторов в отечественной детской литературе. Нет такого жанра, где бы он ни работал. Им написана серия занимательных, веселых учебников. Первые сведения о географии, страноведении и природоведении Земли юные читатели могут получить из книги «Мои географические открытия». Это гениальный антиучебник, который отвергает привычные формы изложения, но при этом учит даже тех, кто не хочет учиться. Например, в главе «Если бы Колумб не открыл Америку», Усачев смог дать историю Америки и рассказать о ее культурном вкладе в историю человечества. Зоология для детей – это без малого сотни стихотворений про зверей и птиц, причем тексты расположены в алфавитном порядке и, если нужно, снабжены кратким научно-популярным комментарием. Здесь есть не только всем известные хомяки и кукушки, но и луговые собачки, и загадочная чигуэ и ре, и рысь, которая прыгает рысью и рысью сидит на елке, а также совершенно экзотические долгопят, щеткохвост, китоглав, утконос и лягушка-род. Без алфавита нам в жизни никак не обойтись, кому-то еще только предстоит его выучить, а кто-то уже знает его давным-давно и наверняка скажет, что запоминать буквы – ну, скучнейшее занятие. Ничего подобного, по крайней мере, если за дело берется замечательный педагог и выдумщик профессор Ау. Ему-то известно, что за каждой буквой скрывается забавная история, над которой начинающий читатель от души посмеется. Азбука для буки. Книжка для ребенка 5-6 лет, начинающего учиться алфавиту. Это не просто замечательная сказка-фантастика, а мудрая и обучающая книга. Сюжет чрезвычайно интересен и необычен. В один прекрасный день в квартиру, где живет девочка Аня, через открытое окно влетает маленькая летающая тарелка, из которой появляется инопланетянин по имени Бука. И объясняет девочке, что у него кончилось горючее, а на ее кухне пахнет тем самым топливом, которое ему жизненно необходимо. Ситуация осложнена тем, что он не знает земного названия горючего. Правда, он видел, как это пишется, но местная грамота и алфавит для него темный лес. А сроку отыскать топливо всего 30 дней. Через месяц большая леталка, которая ждет его на орбите, улетит домой на планету Бук. И тогда девочка Аня решила научить его в грамоте. Попутно она рассказывает ему о земных обычаях, флоре и фауне. В увлекательной игровой манере книга знакомит малышей с буквами родного алфавита. Но не только. Изумительная игра слов, неологизмы, забавные инопланетные трактовки знакомых понятий. К примеру, вот как реагирует Бога на картинку белки. Это не белка. Это рыжка. Белки белые. Или его реакция на изображение бегемота и жирафа. Это бегемот. Это жираф. Посмотри, какой он жирный. А у бегемота длинная шея. И они отлично бегают. Поэтому их и называют бегемоты. Итак, вся книга. В конце приведен бука-русский словарь для того, чтобы правильно перевести инопланетную речь на родной язык. Предлагаем вашему вниманию первую книгу из серии уроки истории. Как поймать мамонта. Первобытная история. Прочитав ее, вы можете узнать, какие первобытные люди копали ямы и как ловили мамонтов. Наш старый знакомый профессор Ау поможет выяснить, чем занимались старейшины, во что одевались первобытные модницы, откуда взялись домашние животные и кто стал первым парикмахером. Только не подумайте, что история – это набор унылых фактов и сухих дат. Ничего подобного. С профессором Ау изучение истории станет занятием не только весьма полезным, но и чрезвычайно захватывающим. И даже чуточку несерьезным. Есть еще азбука хорошего поведения. Как вести себя за столом, как принимать и дарить подарки, как разговаривать по телефону. Ответы на многие важные вопросы ребенок найдет в этой замечательной книге. Вместе с серьезными советами здесь соседствуют юмористические стихи, в которых автор смеется над курьезными ситуациями, которые могут возникнуть, если вовремя не прочитать эту книгу. Сказочная история воздухоплавания – фантастически красивая, озорная и полезная книга. На страницах соседствуют герои литературные и реальные. Всевозможные авиаторы и зеваки, птицы, насекомые, воздушные шары, драконы, самолеты, летучие рыбы, ползучие гады, индийские йоги и спящие дети. В книге собраны как достоверные, так и сказочные факты истории развития воздухоплавания. Рассказы о махалете Леонардо да Винчи, Битлане братьев Райт, Русском Витязе и Илье Муромце, конструкторы Сикорского, соседствуют с волшебными историями о драконах и ведьмах, коврах самолетах и чудесных полетах на игре барона Минхаузена. Все сказочное в ней – серьезно, а все научное – не скучно. Сборниками сказок и фантастических историй у Сачева зачитывается уже второе поколение детей. Даже о совсем не смешных вещах он умеет написать потрясающе весело. Примером того – его книга «Нестрашные страшилки». Книга – сборник стишков о тех, чье существование пугает детей – о домовых и оборотнях, чудах-юдах и людоедах, барабашках и инопланетянах. Но рассказано о всех этих мифических существах совсем не страшно, а очень смешно, потому что автор предлагает маленьким читателям универсальное лекарство от всех их страхов – смех. В своей сказочной повести «Малуся» и «Рогопед» автор заводит девочку Марусю, которая не выговаривает букву «Р» в Зазаборье – страну, где совершает недобрые манипуляции с буквами и словами злой волшебник Рогопед. Героиню ожидает множество приключений и неприятностей, одолеть которые, как правило, можно лишь назвав их истинным именем, то есть правильно произносить слова. Эта философская идея до сей поры звучала лишь во взрослой фантастике, а теперь писатель решился донести ее до детей. В результате получилась увлекательнейшая сказка, остроумная и поучительная. По итогам всероссийского конкурса детской читательской жюри в возрастной категории от 7 до 9 лет лучшим писателем дети назвали Андрея Усачева с книгой «Малуся» и «Рогопед». «Умная собачка Соня» и продолжение этой книги замечательно веселые повести о королевской дворняшке Соне. Собачка Соня – очень умная собачка. Почему? Да потому что она обо всем раздумывает. А если много думать, то непременно станешь умным. Но несмотря на ее раздумья, а может и из-за них, она постоянно попадает в самые забавные ситуации. Любопытная маленькая Соня задается множеством вопросов. Где живет Эха? Можно ли поймать кита в ванне? Кто сделал лужу на улице? И будут ли этого кого-то ругать? На все эти вопросы Соня обязательно найдет ответ и станет значительно умнее. А вместе с ней дети, которые услышат эту веселую и трогательную историю. Жили-были ежики. Жили-были ежики. Папа – еж, мама – ежиха и ежата – Вовка и Вероника. Как и со всеми детьми, с маленькими ежиками происходят веселые, трогательные и поучительные истории. Ежики любят ходить по грибы и по ягоды, играть в футбол, плавать в реке и удивляться, узнавая окружающий их мир. Знакомившись со всеми соседями – зайчатами, бельчатами, бобрятами и хомячками, ежата начинают понимать, что такое дружба и учатся ею дорожить. Книга Андрея Усачева «Жили-были ежики» стала победителем на первом международном литературном фестивале «Ветер перемен» в Артеке в 2007 году в номинации «Моя любимая сказка». Если вы любите котов, откройте «333 кота» или катографию на память. Хорошее настроение вам обеспечено. Роскошное иллюстрированное издание. Перед нами целый кошачий город. Хулиганы, насмешники, лентяи, поэты, музыканты, мыслители и философы. Они живут совершенно как люди. Ходят в школу, дерутся, влюбляются. На повестке дня вопросы о кошачьем статусе, кошачьей сытости, кошачьем уюте и обыкновенном кошачьем счастье. Коты ведут светскую жизнь, играют на музыкальных инструментах, ловят рыбу и даже выходят на пенсию. Нам, как библиотекарям, очень близок кот-библиофил, задремавший под шелест страниц. Лампа, ночь, библиотека, Пушкин, Лермонтов, Шекспир, Вальтер Скотт, Толстой, Синека. Как прекрасен этот мир! Под уютным светом лампы, грея лапы с животом. До чего же православно быть читающим котом? Книга великолепная. Книга года 2005. Можно с уверенностью заявить, что встреча с котами достает огромную радость взрослым и детям. Любой читатель найдет своего кота и обязательно с ним подружится. А вообще, неважно, о чем пишет писатель и поэт Андрей Усачев. Главная отличительная черта всех его произведений – искрометный юмор. Чего в его книгах больше – увлекательного и веселого или нужного и полезного – предстоит ответить вам, читателю. Интересно и для дошкольников, и для младших школьников, и для родителей. Все получат удовольствие от прочитанного. В заключении рекомендуем вам список книг Андрея Усачева из цикла «Про Дед Морозовку». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!